Удар коронавируса оказался куда более сильным, чем ожидалось. Чиновники сетуют. Из-за инфекции бюджет Одессы недополучил полмиллиарда гривен. Теперь же эти деньги на три года решили одолжить у Альфа-банка под 11% годовых. В профильном департаменте отмечают условия выгодны. Деньги направят на замену и модернизацию лифтов, капремонт систем наружного освещения и внутриквартальных проездов. Строительство жилого дома на поселке Котовского, Центра детского творчества и Одесский зоопарк достанется также и на реконструкцию новощепного ряда. Правда, оптимизм чиновников разделили далеко не все депутаты. Жаркая дискуссия длилась полтора часа. К мэрию заглянули и два нардепа. Оппоненты обвиняли друг друга в политической ангажированности. Категорически против кредита высказались шесть депутатов. Насколько приоритетны те объекты, за которые мы готовы оплатить дополнительно 11%? Их не было в плане в начале года. Это не самые приоритетные объекты. У нас ничего там не разваливается. 11% – это расточительство. 55 миллионов гривен, которые мы оплатим только в год за пользование этим кредитом. Ну, давайте назовем, что это плюс-минус хороший садик. Акцентировали внимание и на кредитах, которые мэрия брала ранее. По словам депутатов, уже сейчас каждый Одессит должен 2000 гривен. И с новым заимствованием эта долговая яма только увеличится. Вопрос предлагали вынести отдельно на внеочередное заседание. Но несмотря на протесты в сессионном зале и перед входом в мэрию, где собрались десятки сторонников оппозиционеров, кредит в Альфа-банке депутатское большинство одобрило. Напомню, за последние несколько лет город взял три кредита по миллиарду гривен каждый. И большинство денег потратили на лифты, теплосети города, ремонт и строительство учебных заведений, капремонт медучреждений, дома Руссова и других объектов. Субтитры создавал DimaTorzok